наверное рынок смарт-часов это то направление которое пришло к тому к чему долгое время стремился рынок смартфонов и если подумать что они все стали очень похожими друг на друга да они могут немного отличаться по внешнему виду по форме по размеру и естественно по ремешку но когда меня кто-то спрашивает какие smart часы ему купить я говорю просто бери те на которые хватает денег то есть те которые ты можешь себе позволить по бюджету и этот самый правильный совет потому что даже в самых дешевых моделях есть функции из дорогих часов пускай они может быть и не работают так хорошо как в топовых моделях но они там есть хотя сейчас появилась новая модель смарт-часов которая отличается от всего того что мы видели ранее как минимум по одной функции и вот об этих часах мы будем сейчас говорить это huawei очень бац часы huawei watch бац появились в россии примерно в мае 2023 года хотя в китае не начали продаваться на несколько месяцев раньше ну а сам концепт сама идея появилась еще в прошлом году и многие тогда сильно удивились что можно сделать часы в которых будут наушники да многие китайские умельцы пытались что-то подобное сделать но это было больше похоже на банку огурцов чем на нормальные часы и вот теперь мы получили полноценный продукт про который если не сказать что там находятся наушники можно и не догадаться что они там есть комплект поставки очень простой сами часы с наушниками внутри магнитная зарядка без блока питания и все не сменных ремешков не дополнительных аксессуаров только самое необходимое ах да тут же еще есть наушники поэтому нам обязательно должны были дать комплект сменных амбешу часы явно ориентированы на активных пользователей которые в том числе любят заниматься спортом но кожаный ремешок для этого подходит очень плохо поэтому удивительно что его не просто нет в комплекте а он даже не выпускается как опция по крайней мере на момент подготовки этого видео но можно использовать сторонние ремешки если вы найдете какой-нибудь который подходит потому что они здесь универсальные и установить сюда другие варианты можно согласитесь мы только недавно начали привыкать к тому что на руке можно носить практически полноценный компьютер а теперь тут появились еще и наушники и это вроде как вообще фантастика но не спешите радоваться у этой модели есть как плюсы так и минусы и о них мы обязательно поговорим для кого же в первую очередь подойдут эти часы естественно для тех кто любит слушать музыку или подкастов дороге но постоянно забывает собой взять наушники например я для меня это является большой проблемой и с такими часами наушники я не забуду а уровень интеграции здесь такой что если эти часы подключены к вашему телефону то и наушники автоматически подключены к телефону ничего дополнительно сопрягать не приходится просто достаете их из корпуса и слушаете то что хотите внешне huawei watch bats имеют довольно таки большой корпус я люблю такие модели для меня это не является проблемой но если у вас маленькое запястье или вы просто не любите большие модели лучше куда-нибудь зайдите посмотрите как они выглядят а еще лучше примерить их себе на руку тогда проблем будет меньше это не является супер серьезным недостатком но не сказать об этом нельзя корпус сделан из нержавеющей стали а его толщина составляет 15 миллиметров при этом сами наушники имеют толщину 10 миллиметров общий вес устройства составляет 66 с половиной грамм что больше чем у huawei gt3 pro и даже apple watch ultra диагональ экрана составляет одну целую 43 сотых дюйма и естественно это амолед со всеми вытекающими минусами и плюсами виде очень глубокого черного цвета и да здесь есть функция always on display и автоматическая регулировка яркости для экономии заряда батареи кожаный ремешок и нержавеющий сталь делают дизайн этих часов если не премиальным то как минимум очень качественным и дорогим смотрится все это классно ощущается приятно но единственный недостаток по конструкции это то что дисплей хоть и сидит плотно но когда его начинаешь протирать замечаю что он как будто бы немного люфтит то есть он качается вверх и вниз в обычной жизни это совершенно не замечаешь и переживать из-за того что этот экран откроется просто так не стоит но если часы находятся не на руке то это может произойти например если вы сделаете ремешком вот так в этом случае он приподнимается и вы сможете его открыть потому что кнопка находится снизу кнопка открытия механизма сделана действительно незаметно и находится в нижней части экрана надо нажать на нее от себя после чего крышка слегка приоткроется открываем ее пальцем на 90 градусов и получаем доступ к наушникам в обоих положениях есть механизм блокировки теперь можем взять наушник и вставить его в ухо после того как попользовались достаем его примагничиваем обратно крышки и закрываем ее либо если вы совсем бунтарь и хотите делать все не так как все просто вставляете его сразу в то отверстие где должны находиться наушники и закрываете крышку он там развернется как ему положено и будет снова находиться на крышке когда вы ее откроете они будут примагничены здесь стоит сказать что кнопка сама по себе плотной открытию случайно когда часы на руке не получится но если в какой-то момент вы забудете ее закрыть или уж как-то сможете открыть ее случайно то через 10 секунд часы вам напомнить что она открыта и что ее надо закрыть они просто провибрируют вот такая система защиты для управления часами используются или жесты по сенсорному экрану или кнопка в виде заводной головки в отличие от других последних моделей часов хуавей она не крутится а только нажимается что на мой взгляд является недостатком зато здесь есть защита от воды ipx7 удивительно как при открывающейся крышке смогли сделать такую защиту сами наушники кстати защищены по стандарту ipx4 то есть ронять их в воду лучше конечно не стоит но если вы попали под дождь или занимаетесь и у вас под в ушах то это не проблема среди функций отслеживания здоровья естественно здесь все по полной программе есть круглосуточный мониторинг сердечного ритма и мониторинг спа 2 кроме этого вы получаете точный мониторинг сна и как бонус дыхательные упражнения которые помогут вам расслабиться в течение дня в часы встроено более 80 различных режимов тренировок часть из которых включается автоматически есть даже свой собственный ассистент по бегу который позволит вам тренироваться лучше ну а наличие модуля связи gps позволяет вам тренироваться на улице с большей эффективностью снова хотя мало кого сейчас этим удивишь потому что во многих часах есть такая функция ну а теперь поговорим отдельно о наушниках они имеют совершенно миниатюрный размер пулевидную форму и весит всего по 4 грамма каждый даже сложно на поверить что внутри вот этой малышки находится драйвер микрофон аккумулятор различные датчики магниты которые крепят все это в корпусе и некоторые другие вещи и даже здесь есть датчик внимание из уха то есть когда вы вытащите наушник из уха воспроизведение приостановится несмотря на небольшой размер встроенные наушники звучат очень хорошо конечно какие-нибудь huawei free bats pro 2 будут звучать лучше но без прямого сравнения разницы вы не почувствуете хотя как по мне встроенные в эти часы наушники звучат даже лучше чем airpods про первого поколения есть небольшой перевес в сторону низких частот а в середине самую малость не хватает детализации небольшим недостатком этих наушников будет то что в них не очень удобно разговаривать по телефону то есть такая функция есть и даже есть система улучшения голоса но из-за того что корпус очень маленькие находится глубоко внутри ушной раковины микрофон работает не очень хорошо потому что другие модели которые имеют отдельную ножку вынесенную наружу вот именно там у них находится микрофон здесь такой роскоши производителя себе позволить не смогли поэтому разговаривать по телефону можно но другие модели будут в этот по этому параметру выигрывать если вы еще не знаете то в этих наушниках есть система активного шумоподавления. И не знаю, как вас, а меня от этой информации просто разорвало, потому что вот в этой малышке еще и активное шумоподавление, ну это просто какая-то фантастика. Зато здесь нет ярко выраженного левого и правого канала. То есть наушники по форме абсолютно одинаковые, и можно подумать о какой из них левый, какой правый. Вам не надо этого запоминать, просто вставляете их в уши и слегка наклоняете голову вперед. В этот момент по положению наушников в пространстве система понимает, какой из них левый, а какой правый, и распределяет стереоэффект в соответствии задными параметрами. Возникает вопрос, как управлять этими наушниками. И, к счастью, здесь нет какого-то сенсорного элемента, который обязательно надо трогать. Вы можете просто постукивать по уху, и встроенные датчики поймут это движение. Там будет двойной, тройной, таб и так далее. И будет переключаться музыка или приниматься, отклоняться вызовы. В общем, вот так это работает. После того, как против Huawei в 2019 году ввели санкции, она стала активно развивать свою собственную операционную систему Harmony OS. В том числе она установлена в эти часы, ну и в некоторые другие смартфоны, которые продаются на китайском рынке. Но именно эта операционная система позволяет устройствам компании работать в течение нескольких недель, а не одного-двух дней, как у Apple Watch или у Galaxy Watch. Правда, за это приходится расплачиваться отсутствием некоторых функций. Например, сюда нельзя так спокойно устанавливать приложение. Да и вообще эти часы не являются полноценной заменой телефону. Это такое дополнение к нему. Например, приложение вы сюда сможете устанавливать только если у вас смартфон Huawei. И то только некоторые. Например, Petal Maps, это фирменные карты Huawei, или контроллер Spotify, ну или может быть какие-то парочку других приложений для здоровья. Это все, что сюда можно установить. Но нужно ли вам это или нет, решайте сами, потому что в принципе в базе здесь тоже все есть. Естественно, из-за того, что внутри находятся наушники, места для батареи осталось довольно-таки немного. И она имеет емкость всего 410 мАч. Но надо смотреть не на ее размер, а на то, сколько она работает. И работают эти часы в режиме активного использования, если постоянно слушать музыку, заниматься тренировками, они будут постоянно включены и будут приходить уведомления. Это составит примерно где-то 3 или 4 дня, что в любом случае больше, чем у Apple Watch и Galaxy Watch. Но если не пользоваться наушниками, то часы могут протянуть больше недели. И вообще, на зарядку наушников, на полную зарядку пары наушников с нуля до максимума уходит примерно где-то 30% заряда встроенной батареи. А сами наушники работают примерно 4 часа. Подводя итог, скажу, что главной особенностью этих часов является необычное технологическое инженерное решение. Внутрь встроены наушники. И вот именно они, и то, что они звучат довольно-таки сносно, они звучат на уровне очень хороших моделей, и они именно встроенных часы, их не надо брать отдельно, это очень круто. Да, если вам нужен именно звук, лучше купить какие-нибудь Huawei FreeBuds Pro 2 или модели от других производителей. Но именно как решение на каждый день, по-моему, отлично. И то, что все это смогли впихнуть в такой компактный корпус, вот это, по-моему, вообще просто какая-то инженерная фантастика. Наверное, одним из главных недостатков лично для меня является то, что если вы потеряете один из этих наушников, заменить его будет довольно-таки сложно. Наверное, они есть где-то в сервисных центрах. Может быть, их можно купить по одному на Алиэкспрессе, но просто так купить замену этого наушника довольно проблематично. Huawei не позаботилась об этом или, может быть, не успела позаботиться. В общем, эти наушники лучше не терять. Но это все равно не отменяет того, что, на мой взгляд, это один из лучших гаджетов года, и меня он впечатлил даже больше, чем Huawei Mate X3, о котором я тоже отзывался очень лестно. Купить эти Huawei Watch Buds можно в магазине XCOM Shop по очень привлекательной цене. На момент подготовки этого обзора они стоят порядка 30 тысяч рублей, и кому-то может показаться, что для часов это дорого. Но не забывайте, что внутри, в комплекте с этими часами, вы получаете наушники, которые звучат как модель примерно за 10 тысяч рублей. То есть остается, что цена часов составляет примерно 20 тысяч рублей. За эти деньги сейчас сложно купить даже хороший трекер, не то что хорошие часы, которые будут иметь все основные функции, и при этом еще работать вот в такой экосистеме и в связке с наушниками. Ну а на этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете про эти Huawei Watch Buds. Считаете ли вы, как и я, что это очень интересное технологическое и дизайнерское решение? Ну а когда допишите комментарий, поставьте лайк, колокольчик и подписку, чтобы не пропускать наши свежие видео, ведь впереди их будет еще очень много. Поэтому до новых встреч, скоро увидимся и всем пока.